Всем привет! Сегодня я вам расскажу об одном таком приложении, которое помогает якобы экономить на продуктах. Почему якобы, сейчас я вам дальше расскажу. В общем, это приложение называется To Good To Go. Вот я вам вот здесь прикреплю, вы посмотрите, как оно выглядит. В общем, что подразумевает под собой это приложение. Многие сети магазинов, в общем, регистрируются в этом приложении и выставляют продукты с подходящим сроком годности. То есть, там, допустим, овощи могут быть, могут быть фрукты, мясо. То есть, там, где уже заканчивается срок годности, они просто все это пакуют в такой пакет и там ставят на него фиксированную стоимость. И вы просто платите эту стоимость, приходите и забираете эту пачку. Что будет в этой пачке, вы не знаете. То есть, вы покупаете, можно сказать, кота в мешке. Вы оплатили эту сумму, пришли в магазин, забрали, потом уже по факту дома смотрите, что у вас там. Скажу со своего опыта, я заказывала уже два раза. Сегодня вот я заказала третий раз. Сейчас мы с вами пойдем забирать. Я сегодня заказала две пачки в Ашане. За одну я заплатила 10 злотых. Там будет смесь овощей. А вторая какая-то мега пачка XXL. Там, где может быть все, что угодно. Она стоит 15 злотых. Что хочу вам рассказать. Я вам эту пачку дальше в конце, когда заберу, приду, покажу, что в ней. Что могу вам сказать со своего опыта. Но для меня такое не очень однозначно. Потому что первый раз, когда я забрала такую пачку в Ашане, у меня там были овощи на 10 злотых. С них там была такая редиска, которую мы дома не едим. То есть, в обычной жизни я бы ее просто не покупала бы. Потом какие-то такие салаты тоже, которые мы не едим. Тоже, в принципе, они у нас дома постояли. Мы их попробовали, выбросили. А из того, что мы там ели, это была там зелень какая-то. И, по-моему... А, я не помню, зелень какая-то. Да, там две упаковки зелени. Вот мы их съели. А все остальное, в принципе, я выбросила. То есть, сказать, что это очень не нужно. За те же 10 злотых я бы те же две пачки купила. И все. Но, ладно, сегодня я решила снова заказать. Посмотрим, что там будет в этих пачках. Как бы сказать, что я прям в восторге. Но нет. Но я смотрю весь ТикТок. Все Ютуб-блогеры. Все там заказывают. Все прям в таком восторге. Что, вау, там за такие смешные деньги мы получаем вот столько, такую-то гору продуктов. Но, опять-таки... Ну, просто я бы такие продукты бы не брала, допустим. Когда ты приходишь в магазин, ты можешь выбрать. Это мне надо, это мне не надо. А здесь вот, что вам положили, то вот, пожалуйста, и берите. Так, сейчас пойдем с вами заберем эти пачки. И я вам уже дома покажу, как они выглядят. И что там мне наложили в этот раз в эти пачки. Все, пойдемте. Сегодня я взяла в Ашане. Еще забыла рассказать, что помимо супермаркетов, еще там есть кафе, рестораны. В общем, что они делают? Они под конец рабочего дня. Вот эти вот продукты, все, что у них остались, они продались. Это в основном тоже кофейни. Вот, допустим, там булочки, тортики, которые не продались. Их нужно вот, чтобы не выбросить. Они тоже это все слаживают в такую пачку. И вы можете прийти к ним забрать. Такую пачку я тоже брала. Но мне тоже не очень понравилось. Там было 15 злотых, это стоило. И мне положили бургер, круассан и какой-то там бутерброд. Ну, такое себе. То есть, один раз я попробовала и поняла, что больше я такого брать не буду. А с продуктами сейчас вот последний раз я иду, заберу ее и посмотрим, и решим, надо ли действительно оно. Или просто можно прийти в магазин, купить то, что вам действительно нужно. И не тратить время и деньги на всякую ерунду, которую по факту вы выбросите. Вот они, две этих пачки. Такие. Одна, конечно, очень тяжелая. Но вторая полегче. Я уже вижу колбасу. В общем, ладно, сейчас придем домой. Посмотрим, что там. Мне уже самой интересно. Первым делом разбираем пачку, которая за 15 злотых. Вот в ней даже чек был. Итак, посмотрим. Йогурт какой-то. Так. Еще какой-то йогурт. Достаточно неплохо. Следующая. Сметана. Сыр. Так. Колбаса. Что это следующее? Ой, что-то, что-то непонятное. Не знаю, что это. Надо будет сейчас посмотреть. Такие крокеты. Это, по-моему, такие как блинчики. Какое-то что-то такое. Так. И тут еще тоже всяких йогуртов. Да, йогурт. Еще один йогурт. Так, 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 так. Что тут, что тут? Колбаса. Снова какая-то. Ох, у Артема выйдет радость, что колбаса. Мы домой не покупаем колбасу. Тут нам колбасы наложили. Снова какой-то йогурт. И еще один йогурт. В общем так, первую пачку я разложила. Вот это вот все на 15 злотых. Ну, мне кажется, это очень даже неплохо. Сейчас будем разбирать второй пакет. Пачка 2. Та, которая за 10 злотых. Показываю, что здесь у нас. Так, первое. Не знаю, что это. Какая-то веганская штука. Какие-то вареники. В общем, ладно. Следующее. Вот, пожалуйста, что-то еще. Снова йогурт. У нас этих йогуртов теперь будет очень много. И вот опять две коробочки. Раз. Два. И три. Ну, вот это вот вторая коробка. Которая на 10 злотых. Вот. Все вот это вот. Сейчас я вам покажу. Так. Получается на 25 злотых. Ну, такое. Как бы, да, много. Но, не знаю. Вот просто так бы, если бы я зашла в магазин, покупала бы я это все или нет. Не знаю. Напишите сами, как вам вообще такой набор продуктов. И вообще, стоит ли заказывать еще такие пачки. Есть ли в этом какой-то смысл. Не знаю. В целях экономии. Ну, не знаю. Есть ли смысл. Нет. Просто я бы это все не брала. Взяла бы на 25 злотых что-то другое. То, что мне действительно надо. Ну, а так будем питаться какими-то йогуртами и веганской какой-то штукой. Ну, ладно. Ну, все. Всем пока. Что забыла еще показать. То есть, это продукты, у которых срок подходит, но еще как бы не закончился. Хотя нет. Вот этот вот 18-е. Сегодня как раз 18-е. Вот, в принципе, сегодня все. Конец. Вот этот до 20-го числа. Вот, до 21-го. То есть, еще 3 дня можно. Вот, тоже до 21-го. Сметана, в принципе, вообще еще долго. До 3-го, 11-го может быть. Так, колбаса до 20-го, еще 2 дня. Потом сыр до 22-го. Ну, как бы, вроде бы все. В принципе, по 2-3 дня у них есть еще срок годности. Ну, будем питаться вот этим всем эти 3 дня. Что нам еще делать? Так этот я не могу найти дату. Потом поищу, что тут еще йогурт. До 25-го может еще постоять. Такой до 19-го. Ну, в принципе, вот так вот.